Осень нашей весны Осень нашей весны Анна Толстова Последней возможностью увидеть осень русского средневековья в Русском музее Журнал Коммерсант Номер 14 от 26 апреля 2019 года СТР 27 в Русском музее завершается выставка Осень русского средневековья Посвященная искусству 17 века Она основана исключительно на собственной коллекции музея Впервые выставленной в таком объеме и поражающей количеством и качеством вещей И показывает, что и при, казалось бы, вышедшем из моды научном подходе к производству выставок может получиться хит сезона Запад есть запад, восток есть восток Но вот, например, деревянный киот в форме часовинки из Воскресенского собора Романова Бориса Глебска Предназначавшийся для хранения статуи Николая Чудотворца Худосочные луковки куполов с византийскими крестами вырастают над лесом почти готических пиноклей Под лесок прикрыт тимпаном с ветхозаветной троицей в духе живописи флорентийского протаринесанца И этот фантастический букет архитектурных излишеств опирается на функциональную часть шкафчика Резные створки которого наводят на шальную мысль Что все сооружения, напоминающие индуистскую пагоду в миниатюре Вышла из какой-нибудь мастерской Самарканда или, может быть, хивы Мастера, разумеется, были местные, по-волжски Ни в каких дальних странах отродясь не бывавшие Но на выставке то и дело возникает ощущение Что сармадская Польша братается здесь с Персией Индия шлет поклон Италии Украина раскланивается с Германией И все это почему-то называется последним веком древнерусского искусства Симон Ушаков Троица Ветхозаветная 1671 фото Предоставлено Русским музеем популярные представления о жестких иконописных канонах О четких границах допустимого и недозволенного Об уходе от всего мирского в богословские премудрости О постоянном усмирении художнического я и отсутствии творческих индивидуальностей Все это, по крайней мере, памятниками 17 века Будет поколеблено и опровергнуто Скажем, фрагментом фрески Троицкого собора Кользино монастыря С изображением Адама и Евы в сцене наречения имен фрески Сохранившиеся чудом и самоотверженностью музейных работников Были спешно сняты из монастырских стен зимой 1939-1940 годов Перед тем, как Кользин затопили в ходе сооружения углического водохранилища И часть храмовых росписей попала в Русский музей На фрагменте фрески, писанной в 1654-м В год Московского собора и в самом начале некановых реформ Прародители, сидящие среди не слишком райских на вид голых скал Предстают совершенно обнаженными, без всяких фиговых листов Потому что до грехопадения, сообщает нам Библия Были оба наги, Адам и жена его И не стыдились, как не стыдились и ученые-художники Артели Симеона Авраамова И хотя до божественных пропорций Луки Почоле еще далеко Этот древнерусский аню производит сильнейшие впечатления Все, что обычно распределяют по разным главам в книгах и разным хранениям в музеях Живопись, скульптура, прикладное искусство выставлено вперемешку Как оно, собственно, и жило в церковных или светских интерьерах Наугольник Евангелия с изображением Евангелиста Луки Вторая половина Века фото, предоставлено Русским музеем Одолжив выражение у другого историка, выставку можно было бы назвать долгий Век, ведь она говорит о периоде, начинающемся с заката Рюриковича и кончающимся основанием Петербурга Однако кураторы из древнерусского отдела ГРМ предпочли поэтическая осень русского средневековья Это на первый взгляд противоречит интенции Йохана Хайзенге, написавшего свой живописный портрет Бургундии Веков не для того, чтобы увидеть первые ростки Ренессанса, но чтобы показать умирание культуры средних веков Выставка Русского музея, напротив, убеждает нас в том, что Петровские реформы подготовлены этой осенью всем ее модернистским духом Разворотом к Европе, триумфальным шествием Библии Пескатора, превратившей лучших художников Руси в невольных агентов папишских и люторских еретиков Страшным словом обмерщения, витавшим над головами Симона Ушакова, Гурия Никитина, силы Савина и других гениев беспокойного столетия Пейзажный задник иконы пророк Самуил и Андрей Критский в предстоянии иконе Богоматери Корсунской, относящейся к школе оружейной палаты Кажется работой малого голландца, прошедшего школу Рюздали или Хабемы, фантастический сюжет о чудотворном образе помещается в реалистическую среду, существующую по законам прямой перспективы Это вещь 1707 года Петр Великий уже 10 лет как побывал в Голландии и давно пригласил в оружейную палату голландского гравера Сханебека Но основоположники новой русской школы, будущие первые пенсионеры Иван Никитин и Андрей Матвеев, еще дети и отправятся за границу много лет спустя И все же в главе, посвященной бургундскому искусству, Хойзинга говорит о поражающем воображении историка контрасте между мрачными жизненными реалиями и умиротворенными образами ванайков, рогера и мемлинга То же чувство охватывает нас на выставке Этот бесконечный праздник искусства приходится на эпоху всевозможных бедствий и катаклизмов смуты, самозванчества, иноземной интервенции, моровой язвы, закрепощения крестьянства, стенки розина, церковного раскола, того фона, на котором происходило возвышение новой династии и дальнейшее освоение Урала и Сибири В миниатюрных клеймах иконы очень наши символ веры из Московской церкви Григория Неакесарийского, которые приписывают кругу Гурия Никитина С первого взгляда узнается тот празднично возбужденный стиль экстатического ликования, в сущности западнический, маньяристский стиль, что знаком нам по росписям церквей Костромы, Ярославля, Москвы, Ростова и Суздаля, выполненных Никитинской артелью И навряд ли мы сразу поймем, что за этим пиршеством цвета и линий, за бурлящей формой и динамическими композициями, за венецианской гамме и бекофумиевской сложностью пространственных построений скрыта официальная идеологическая программа Оправдание книжной справы патриарха Никона и Государева Отповед всем раскольникам и диссидентам Осень русского средневековья Санкт-Петербург, Русский музей, до 13 мая